Привет, друзья! Пришло время обсудить новый сериал, и у нас вновь Netflix и снова фантастика. Сегодня кратко рассмотрим шоу под названием «Иная жизнь». Завязка сюжета здесь весьма тривиальная. В не таком уж и отдаленном будущем на Землю прилетели некие инопланетные артефакты, которые не предпринимают никаких активных действий. Ученые и военные пытаются познать смысл их прилета и разгадать, что же это такое и с какими целями прибыло на Землю. В то же время в отдаленную галактику посылают экспедицию на корабле Сальвара, возглавляемую Ника Брэкенридж, командира корабля. Постоянный действующий состав экспедиции состоит из 10 человек, и вокруг них и крутится все действие. Скажу откровенно, первая серия мне вообще не понравилась. Слишком много болтовни, бессмысленной ходьбы из угла в угол и выяснение отношений. При этом сериал даже не пытается с первых минут увлечь зрителя динамикой. Вторая серия пошла получше. Кто-то кого-то убивает, появляются новые персонажи, происходит развитие отношений между ними. И вот вроде кажется, что сериал начинает раскочегариваться, появляются приключения, психологические моменты, химия между героями, и к концу ты понимаешь, что вся фантастическая часть тут вообще сделана исключительно для галочки, чтобы как-то загнать героев в закрытые коридоры корабля и бросить их устраивать разборки между собой. Пожалуй, лучше всего режиссерам удалось показать психологию отношений между персонажами. Заметьте, я говорил лучше всего, а это значит, что данная часть сериала действительно лучшая из того, что происходит. На протяжении всех 10 серий складывается ощущение, что создательным шоу фантастика как таковая неинтересна. Хоть базис сюжета и строится на инопланетных артефактах, и самих пришельцах, им тут уделяется не так и много времени. Зато зритель сможет в подробностях разобраться в отношениях между героями. Кто, с кем, куда и кого. И вот тут возникает справедливый вопрос режиссерам. Ребят, а может вам не стоило пихать вообще сюда фантастику? Потому что в нее у вас явно не получилось. За все 10 серий персонажи делают тройку вылазок на чужие планеты, встречают пару инопланетных тварин, да делают довольно тугие попытки расшевелить зрителей, как они считают, неожиданными поворотами сюжета. Вместо того, чтобы строить крепкий фантастический сюжет, режиссеры тратят время на бессмысленные разговоры персонажей, затянутые истории личной жизни, камбэки в прошлое главной героини. Если в других, более удачных, примерно аналогичных сериалах создателям удалось соблюсти баланс между болтовней и динамикой, то здесь все потуги выглядят довольно мутными. Давайте вспомним тот же Ориджин, в котором был разумный паритет между действием и психологизмом. Вообще, к происходящему в сериале довольно много вопросов, но все неувязки с научной частью можно списать на то, что это все же с натяжкой фантастика. Возможно, имело бы смысл отдельно отметить актеров, но и тут мимо. Они все не то чтобы плохо играют, абсолютно нейтрально. Отыгруют роли по дефолту. Удивительно, но никто из персонажей не вызвал за весь просмотр ни резкого отторжения, ни симпатии. Тут нет харизматичного главного героя, как не существует и мерзкого антагониста, которого хочется ненавидеть. Вроде бы, как подразумевается, что инопланетяне тут парни не особо хорошие, но даже их не взлюбить нам не дают, потому что их мотивы и цели лишь слегка раскрывают только к концу сезона. Может быть, есть смысл поговорить о декорациях, окружении и спецэффекторах? Все же это космос, инопланетяне. Нет, и еще раз нет. Все декорации — это коридоры корабля Сальвара до полтора десятка недлинных сцен на Земле, когда нам показывают мужа главной героини, ее дочь и еще с десяток незначительных персонажей. Сам корабль выглядит дешево. Пластиковые шкафчики из Икеи, сантехнические трубки из ближайшего хозяйственного магазина да другие элементы, призванные скрасить одиночество космических путешественников. Пожалуй, единственное, над чем более-менее поработали создатели шоу, это компьютерное оборудование и компьютерные интерфейсы корабля. Что касается спецэффектов, то их здесь почти нет. А те, которые есть, настолько отвратительные, что хочется в голос воскликнуть. Ну что за говно? Особенно взрывы и подложки в последней серии. Это просто рука-лицо спецэффектов. Даже встреченного в конце инопланетянина сделать нормально не смогли. Сразу хочу отметить, что для тех, кто категорически отрицательно относится к сексуальным меньшинствам, смотреть сериал не надо от слова совсем. Так как это Нетфликс, славящийся своими реверансами в сторону разнообразной любви, то тут есть и поцелуи между мужиками, и трансвестит, и даже тройничок. Лично мне было непонятно, зачем стоило уделять столько внимания подобным отношениям в таком сериале, но сделано это было явно для рейтингов, и судя по всему, они как раз у сериала весьма недурные. Потому что открытый конец даже не намекает, а просто орет в голосину о втором сезоне. Шоураннеры пока не заявили о продолжении, но не удивлюсь, если оно последует. Стоит ли смотреть иную жизнь? Скажу свое мнение. С точки зрения фантастики, сериал не имеет никакой ценности, так как заимствуют уже неоднократно замусоленные темы, даже не пытаясь придумать ничего нового или выехать на интересных персонажах. С точки зрения психологического шоу, тут тоже все абсолютно ровно. Нет колебаний ни в отрицательную, ни в положительную сторону. Даже смотреть сериал как яркое и красочное шоу смысла нет. В общем, резюме такое. Если вы пропустите иную жизнь, то мало что потеряете. Но если смотреть на данный момент совсем нечего, то можно и потратить некоторое количество своей жизни на это шоу. Ну а с вами был я, Сканерс, и канал Сканерс Геймс. Ставьте пальчики вверх под этим видео, и подписывайтесь на мой канал. И не забывайте про сайт playisgame.com, где всегда самые интересные новости игр. Всем пока!